Привет всем, дорогие друзья, также новые зрители канала Заброшена Россия. Мы как раз рассказываем о наших российских деревнях и людях, живущих в них. Я сегодня нахожусь в исчезающей деревушке Луговое, где осталось примерно 5-7 жителей. Она находится в Колпнянском районе Орловской области. Как всегда будет интересно, смотрите до конца, полетели. В эту деревушку, друзья, я давно влюблен. Первый раз здесь побывал лет, наверное, 7 назад. И то побывал здесь буквально минут 5. В то время занимался только раскопками. Я ездил по старым деревням и возвращался в соседнее село со скопок. Думаю, дай-ка заеду в эту деревушку. Уже было темно, заехал, я видел, что здесь в пару домах горит свет. Особенно в том домике горел свет. Но уже было поздно, копаться здесь не было смысла. И у меня в памяти осталось, что деревушка такая маленькая, уютная. Я знал, что здесь несколько домов. И всегда думал, когда занялся блогерством, думаю, надо в эту деревушку обязательно приехать. Хотя здесь я ее проезжаю несколько раз, скажем, в год. Но вот никак не мог добраться до нее. И вот сегодня, наконец-то, решил добраться до этой деревушки. К сожалению, свет в этом домике уже не горит. Вижу, что он, мне кажется, заброшенным. Сейчас посмотрим. И потом прогуляемся по деревушке и посмотрим, кто тут остался у нас из местных жителей. Просто интересно, как жизнь меняется. Очень жалко, конечно, что в то время я не снимал фильмы. А то можно было бы посмотреть, кто жил в этом доме. Хотя, может быть, и живут, сейчас посмотрим. Хотя огород здесь не засеян. Вот такая картина. И вот живут. Хотя вот ведь огород заброшен. Не ухаживаются здесь, вот. Сейчас постучимся. Пообщаемся. Не с того я конца зашел. Ух ты! Домик на замке, друзья. Наверное, никто и не живет. Я был прав. Окно выбито. Лампа интересная. Почти старинная. Может, кто-то просто приезжает сюда. Старый колодец. Ух ты! Каменный, да. Интересно. Старинный. Сверху бетоном залит. Вот. Водичку давно-то, похоже, не набирали. Возможно, дать что-то приезжают. Старинный кувшинчик. Почти старинный. И вот, интересно, лопата у нас. Интересно. Я по пене приварили или так как-то копали. Первый раз такое вижу. Как-то непонятно, друзья. Непонятно. Машина интересная есть. Вон, тут сарайчик нет. Вон, какой-нибудь старый Запорожье стоит. Нет, друзья. Пусто. К сожалению, никого. Дровишки. И все. Поедем дальше, друзья. Поедем дальше. Ух. Смотрите, какое дерево. Два ствола остались. И два спильных. Я первый раз такое вижу. Огромный корень. Толщина, мне кажется, метр, наверное, в диаметре. Вот это великаны. Да, такое дерево упадет на домик сразу в дребезге. Интересно, друзья, кто здесь жил раньше и когда люди отсюда, интересно, съехали или умерли, напишите. Наверняка местные жители знают. Поедем дальше. Я тут заметил на конце деревни несколько заброшенных домов. Хочется начать с них. Обзор с деревни. А потом поищем кого-нибудь из местных жителей и пообщаемся. Узнаем, какая деревушка была раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Какой старенький и красивенький домик, а! Белый и красная крыша у него. Какая красота! Ух ты! И тут еще один рядышком. Красивенький. Какая красота тут, а! Просто нереально. Внизу болотца. Речка. Мости красивые. Море цветов. Мороз. 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 Здравствуйте. Друзья, я не знаю, что с YouTube будет дальше. Возможно, его вообще скоро сблокируют. Поэтому, чтобы с вами не теряться, давайте будем на связи в телегам канале Заброшенная Россия. Я его специально соло, чтобы рассказывать вам каждый день, что я делаю, где снимаю, когда выходит новый фильм. поэтому друзья если вы еще не с нами давайте быть вместе каждый день и подписывайтесь на канал по ссылке в описании этого фильма поверьте там очень интересно добрый день можно минуточку скажите а сколько советское время людей жил и домов было они слышите а вот там кто живет дальше там дома люди здесь кто самый старый житель деревни а есть сколько лет а вам сколько кино снимаю про деревню вам всего хорошего до свидания даже какой красивый домик тут смотрите бабушки кто-то приезжает ухаживает цветочки мостика курочки сказочное место приехал друзья в то место которое мне показалось заброшенным с коптера здесь вижу два домика ух ты тут три домика шикарных кто-то приезжал недавно сюда похоже что-то забирали здесь целый комплекс заброшенных домик интересно открытый закрытый сейчас посмотрим интересных на своих стоит да вероятно здесь нету дом закрытых и какие домой пропадают друзья тут шикарный заброшенный дом дальше там еще один попробуем дать сейчас я пойму какая-нибудь люди совсем подъезжали где проезд был дом кажется открыт ух ты дом старинный это да ух ты сколько тут интересных вещей сразу вижу старые грабли как мои бабушки в один в один ухваты старый-старый дом кладовочка ящички как я люблю такие старые домики кто бы только знал вы знаете друзья маленький старинный ухотик что там у нас ух ты вот это да мрачная какая комната и все сундук даже огурцы остались интересно ну что друзья как думаете есть тут наклейки и мимо к сожалению наклеек нету надписи корова непонятно какая тут аптечка вырезана очень стар дом конечно смотри как интересная тут мебель не старая конечно советского периода но все-таки что-то интересное тут лежал конечно ящики выкидывали ух ты графинчик жалко разбитый так был бы красивенький конечно бутылочки старые коптилки маленькой не часто таки попадаются то жарко советская тоже симпатичная все пусть у нас тут вот такая красота у нас письма ухты фотография ухты фотография о ребеночек сколько тут открыт и к солдатик и кому не нужна история как обычно бывает в таких листах Ещё фото. Росковский район Крутовский сельско-совет, деревня Луговое Панасимовой Валентине Васильевне с Москвы. Вот такая история. Железки конечно все поубивали, сборщики металла. Вот так вот. На крышу бы залезть. Попробуем всё-таки на чердак. Лучше всего по окошку конечно. По лестнице можно забраться. Вот так вот осторожненько. Нужно заглянуть наверх. Паутинк вековой конечно. Ничего интересного кроме люльки. Детская люлька стоит. Вот там. Возьму. Попробую. Нечастая вещь. И жалко. Жалко нет дна. Смотрите кованые какие виллы огромные. Жалко в общем что без дна. А так конечно красивые люльки. Пойдем дальше. По деревне. Там кажется дальше еще дома возможно. Но что-то не по взрослым. Не охота тут лазить. Возможно дома там. Уилл. Друзья. Небольшой заезд. В лесную чащу. Какой-то царатчик. Следы вижу. Кто-то заезжает. Очень много натоптано тут. Как будто что-то волокли. Интересно. Ух ты. Домик. Старый домик в местах. Живут или не живут. Вроде не похоже на жизнь какую-то. Просто натоптано. Ого. Сундук. Картинки есть. Нету. Странно-странно люди. Лестницы наверх. Такое ощущение. Такое ощущение, что шифер снимали. Куда они жилы. Несли жилы. Их нет. Тоже вот все натоптано тут. Опилки. Что-то пилили деревья. Замок висит. Странно. Ух ты. Ногильная плита. Интересно, друзья. Интересно. Почему? Здесь как-то непонятно. Все пилено. Кто-то ходит в дом, но никто не живет. В общем, непонятно. Кстати, как-то снимал. В ливнах нашел сундук. На улице стоял с наклейками. Чудом его спас. На это место потом приезжал через неделю. На месте этого дома был уже котлован. В общем, сундук, естественно, я забрал в свой музей. Вот так чудным образом в моем музее появляются сундуки с наклейками. Очень редкими. Если у кого-то такие сундуки есть ненужные, я их коллекционирую. Не просто сундуки, а чтобы были царские наклейки. Пообщаемся здесь вот с кем-нибудь. Тоже красивый домик. Дома кто-нибудь есть? Добрый день. Добрый день. Меня зовут Алексей. Я кино про вашу деревню снимаю. Сейчас он был у бабушки, у соседки. Она сказала, что вы самая старая жительница. Можете мне пару вопросов про деревню ответить? Вы местная жительница? Да. Сколько вам лет? Мне 93. Ух ты! Вы здесь родились, да? Здесь. Скажите, сколько здесь раньше людей жило в деревне? Много, сынок жило. 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 А что ты меня снимаешь? Да, автографирую. Сыночек. Да вы хорошо выглядите. Много классная. Очень классная. Ой, сыночка моя сладкая. Ой, голубчик мой золотой. Ну что, много сынок было раньше. Но жили хорошо, весело было. У вас здесь клуб-магазин был? У нас магазина не было. А сколько домов здесь вообще было раньше? 32 дома. Клуба тоже не было? Клуба не было. На станции ходили. Войну помните? А как же. Расскажите что-нибудь, что запомнилось? Ну, запомнилось. Были, приходили немцы. А мы жили больше раньше. Как жили? Не как и сейчас. Бедней, конечно. На печке были. И слышно было, как снаряды гокали. Немцы волчи идут. Ой, шалоны. Туда. Ну, нас не трогали. Не буду говорить, что нас трогали. Нас не трогали. Ну, немцы здесь не жили в деревне? В деревне не жили. Нет. Только проходили. Ну, немцев видели вообще? Ну, как же. Не видели. Не видели. Не видели. Это вам было 10 лет примерно, да? Да. 10 лет меня было. А немцев где вы видели? На станции или здесь? Нет, на станции по нашей деревне. Я не тут-то жила. А туда пониже жила. Там лух. Они волчи идут отдыхать. Сядут под ветками тут-то, под ракетками. А мы-то выйдем. Они уйдут, а мы побегим. Да и от папирос они курили. Семья у вас большая была? Большая. Сколько у вас братьев было, сестер? Шесть. У нас было... Четыре у меня брата было. А две сестры, шестеро. И мать с отцом. Восемь человек было. Раньше семьи были большие. Сейчас один-два. А раньше там большие были. А папа служил у вас? Воевал? Воевал и остался на войне. А где погиб? Под Смоленском. Вы не помните его? Как? Помню. Хорошо помню. Он был пчеловод. У нас пасека была. И помню, как он за пчелами ходил. Раи грибал. И это я все помню. А когда узнали, что погиб он? Во время войны, да? Во время войны пришла похоронная, что погиб. Помните этот момент? Помню. Тяжело было переживать. А маленький был у нас один на руках. Он только родился недавно. Вот. Сколько ему там месяца, может три было. А папу забрали. Вот. Так что все помню. Мама долго горевала? Ну, как же. Остались. Ну, правда. И взяли на охрану, взяли отца и брата. Алешу. Обоих проводили вместе. Ну, брат вернулся. Ноги поморозил. Пальчик, половина ступни. Но его вернули домой. Он дома был. Вот такие дедушки. Ну, как-то вам помогали выживать после войны в вашей семье? Ну, как помогать? Жили, как смогли. А мама работала где-то? Да. Ну, колхоз. В колхозе работала. Ну, и брат тут стал трактористом, работал. Мы жили-то неплохо. Не то, что как иные переживали, а мы нет. А вы скольки лет начали работать? С тринадцати, сынок. Что делали? После войны книжек не было, тетрадок не было, ничего не было. В школу пошла, была бумага, вот лист. Брат и сделал тетрадочку. Напишу, а она промокала. Ну, что? Ну, нет ничего. Ну, у кого память была, конечно, да и мало кто остался. А то все побросали. Пошла с тринадцати лет. Что делала? Тяпывала. Свеклу, картошки, на таку. Там сортировали. Вот это мы и делали. Скажите, а как после войны жили? Ну, плохо. Что кушали? Ну, что, больше что. Свой огород был. Картошка. Лето, огурцы, помидоры, это все было. Ну, на зиму-то была и картошка. Ну, а то, что заработаем во уходе. Там зерно. Там давали на трудодень раньше. Не то, что... Поскольку там давали. Вели смели, хлеб там сами пекли. Так что и так переживали. Тяжело. После войны переживали тяжело. Скажите, а когда самое счастливое время в вашей жизни было? Ну, самое счастливое, когда в детстве уже вот невестой была. Тут-то была счастливая жизнь была. Весело было. Весело было. Это уже после войны. Тут мы... Весело было. Это была счастливая жизнь. А после... Когда муж выйдешь, не дюжи-то счастливая жизнь была. А какой самый счастливый день у вас в жизни? Ну, уж день-то я и не знаю, какой у меня был счастливый. Да, были. После... Когда девка... Счастливые дни. Когда на улицу ходили. Женихи были. Это были счастливые дни. А больше я не помню. А сколько у вас детей и внуков? Детей у меня двое. Внуков четыре. И правнуков четыре. А здесь с кем живете? Я тут живу с сыном. А он где? На рыбалку ушел. Я думала, это он стучит. А ясно. А кто тут ухаживает за цветочками? Кто тут выращивается? Где дочь приезжает с орла. И она ухаживает. Ясно. А сейчас дверь, сколько жителей осталось? Семь домов. Всего, да? Ага. Спасибо большое за рассказ. Вас как зовут? Валя. Валентина. Сейчас, подождите. Я у вас в гостинице. Секундочку. Друзья, как многие уже знают. В августе этого года YouTube полностью закрыл монетизацию. И сейчас мой канал практически висит в воздухе на грани закрытия. И существует только Валерия в вашей поддержке. Поэтому, если вам нравится то, что я для вас делаю, вы можете меня также поддержать. В описании этого фильма указана карта Денькова и Сбербанка. Если сложным поддержателем финансовом, можете просто поставить лайк под этим фильмом, написать хороший добрый комментарий о моей работе и поделиться этим видео с своими друзьями в соцсетях. Это тоже очень поможет моему каналу. Большое спасибо за то, что у меня есть. Для бабушки у меня конфетки есть. Да, вот. Как и люблю таких бабушек, которые все помнить историю довоенную, могут рассказать что-то интересное. В общем, для меня просто это душевно очень незабываемо. Большой Бабаль, спасибо за рассказ. Держите. Спасибо. К чаю вам. Спасибо. Давайте обязательно доживите до 100 лет. До 100 лет? Да. Как Господь даст. А что? Ты живешь. Без смерти не умрешь. И так, что дыр живет. Конечно, тяжеловато жить сейчас. Но ноги слабо ходят. Ну ничего. На улицу уходите? Хожу. Да. Вон сидела на диване. А я зашла ухату. Ну всего хорошего. Ага. Ну спасибо. До свидания. А что ж это? У каждой деревни или нет? Ну в основном в маленьких деревнях бывает. Ну вот половину деревень Калпинянского района я точно объездил. Да? Да. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, сыночек. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо большое. Хорошо. Ну что, друзья. Теперь проедемся дальше. Посмотрим, что здесь еще интересное из деревни. Незря, друзья. Деревня называется Луговое. Много лугов тут. С сеном вижу. Сено, 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 сено. Ну что, тут, друзья, почти все день деревней. Еще один домик. Ух ты, старый колодец вижу. И как-то непонятно, живут тут люди, нет. Арчи, пошли на разведку. Ух ты, даже свет горит. Интересно. Колодец старый. О, какие вековые тут тополя. Громадные. Колодец, конечно, не рабочий. Насосы стоят. Старый-старый домик. Здесь, друзья, никто не живет. Возможно, на дачу приезжают. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Скорее всего, жил. В общем, кто-то приезжает с вами на дачу, друзья. Домик тоже же не жилой. Ну что, друзья, вот так у нас получился фильм. Надеюсь, он вам понравился. Как всегда, поделить свои эмоции, ощущения в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно напишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова